Привет, Орлы! И я хотел сделать это видео изначально другим, не таким, каким оно будет. Я хотел сказать, что что-то я подустал от ежедневных стримов. Не потому, что сами стримы утомляют, просто я всё-таки интроверт. Я часто стал об этом говорить. Раньше я просто молчал, я скрывал это. Может быть, я немножко этого стеснялся. Но... И по мне не скажешь, просто люди мне не верили. Когда я говорю им интроверт, они, ну, раньше мне говорили, что ну как так может быть? Ты такой, ты так бодро общаешься, ты такой весёлый интроверт. Они скучные, они унылые, они сидят где-то в углу и плачут. То есть так и люди видят интроверта очень часто. Они как что, ну... Слушай, я сейчас не общаюсь с камерой, если что. Если что, передо мной сейчас камера. То есть нет людей, это разные вещи. А на стриме, как бы, ты напрямую общаешься с людьми. Сейчас мы тоже общаемся, но через некую такую, знаешь, задвижку. Через такое толстое бронестекло. И это другие ощущения. То есть я общаюсь сам с собой, по сути. С вами, но при этом не напрямую. В общем, вот к чему это всё. К тому, что я чувствую себя немного... Я понял, что меня это немного измотало. Мне нравится стримить каждый день. Я хочу продолжить, потому что, слушай, у меня куча идей. В плане и того, что можно сделать на стриме. В плане того, что можно постримить. И мне кажется, сейчас стримы стали супер какими-то весёлыми и интересными. Мне хочется больше из-за этого. Я стал стримить каждый день. Потому что как-то вот пошло вот раньше. Всё как-то, знаешь, не шло. Было не так вот, как бы мне хотелось. А сейчас всё стало вот по красоте. И мне нравится. Но я подумал, что что-то надо менять. Потому что в итоге я не успел делать нечто новое. Потому что у меня целый список дел в телефоне. В приложении Tudu от Microsoft. На минуточку Microsoft умеет делать хорошие приложения. Оказывается, на удивление их куча хороших приложений. Просто они не очень популярны. Но вот Microsoft Tudu мне очень нравится. У меня там целый список дел. И я понял, что я за месяц даже больше не продвинулся вообще никуда. То есть вот у меня список дел. Он стоит. И я вообще не успеваю продвигаться. Потому что, ну, я просто не успеваю. Со стримами, с видео. Я подумал, я ограничу себя. И буду выпускать только три видео в день. Я знаю, три это много. Многие ютуберы выпускают одно-два. Я хочу выпускать три. Потому что, слушай, я снимаю разные игры. И я понимаю, что два это мало. Просто два я не буду успевать. При этом я хочу делать больше монтажа. Потому что видео два. Вернее, три в день. И их проще монтировать. Сейчас я иногда выпускаю четыре. При этом я меньше времени трачу на монтаж. И в итоге получается, ну, хуже. Как по мне. Получается хуже. А мне хочется, чтобы было лучше. И к тому же просто... Мне кажется, получается слишком много меня. И я знаю, меня часто просят сделать побольше. Сделай еще. Но я понимаю, что это слишком много. И иногда и по комментариям. И по всему вижу, что просто видео слишком много. И многим просто тяжело смотреть такое количество. То есть, мне три видео в день с любимого канала было бы нормально. То есть, я и по себе сужу. И по некоторым людям. Поэтому я выпускал и три, и четыре в день. Потому что я такой, что типа... Ну, вот я такой, что если я вижу что-то интересное для себя. В плане видео или канала, мне нормально. И три, и четыре видео в день. Особенно если это видео не по одной игре, а по разным. То есть, мне нормально. Было бы, если бы я смотрел что-то такое. С другой стороны, это немножко много. Для многих. И, наверное, действительно много. Поэтому остановимся на трех. Будут исключения. То есть, какие-то новинки. Либо, если вам очень зайдет какой-то мод, игра. Не важно, что это. Если там будет много лайков, комментариев, просмотров на видео. По какой-то определенной игре. Либо по определенному моду. Я буду видеть, что, блин, что-то вот надо побольше. И вот тогда, да, я нарушу это правило. И буду снимать чуть больше. Если вы прям будете хотеть вожделеть. Но сейчас, я думаю, я уменьшу количество до трех. И буду стримить. Вот как сейчас стримлю. То есть, с какими-то перерывами. В общем, вот так вот. И буду делать больше монтажа. То есть, я хочу сделать видео опять 20... Около 25-30 минут. Но при этом монтировать их жестче. То есть, вырезать воду. Так как в новеллах я обычно ничего не вырезаю. Вот как вот записалось. Так я выкладываю. Я что-то подрезаю. Что-то добавляю. Но в целом, вот как есть. Так я выкладываю. Только добавляю комментарии. Вставки. И так далее. Но вот сам материал. Я ничего из него не вырезаю. Из того, что я отснял. Я решил, я буду вырезать. Аккуратно. Я не буду вырезать крутые моменты. Конечно же. Просто многие беспокоятся всегда, когда вот я говорю о том, что я буду что-то резать. Я знаю, это у всех ютуберов так. А ты говоришь, я буду нарезать. Сразу паника, что все плохо. Ты вырежешь сюжет. Будет непонятно. Не надо резать. Портится атмосфера. Ничего не испортится. Я вырежу только воду. Только то, что мы, например, в модах по доке уже видели. То есть многие моды повторяются. Там те же события, те же места, те же диалоги. И сейчас у меня не всегда есть время это вырезать. Теперь я хочу тратить больше времени на монтаж. И все это пересматривать. То есть я бывает изначально... Как буду записывать? Я изначально буду записывать 40-50 минут, например. И монтировать их в 25-30. Там как получится. Может быть 40 оставлю. Если будет что-то супер там интересное, я 40 оставлю. Я не буду резать. Почем зря. Я не буду просто вырезать, лишь бы было. То есть я вырежу только то, что не нужно. Например, Ассасина. Новый DLC, который по нему выходит по Одиссеи. Я нарезаю. Я стараюсь максимум вырезать того, что там повторяется. Неинтересно. Оставляю только сюжет. Парочка боев интересных. Если я просто бегаю по карте, что-то ищу. Или прохожу третью гробницу, которая похожа на все 3-2 предыдущие. Я это все вырезаю, потому что нахрен это надо. Все то же самое. Ничего интересного там не происходит. Поэтому вот так вот. Просто такой рассказ о том, что я планирую, планирую сделать. И буду делать вот уже с сегодняшнего дня. Это, если что, первое видео за день. Осталось еще два. Просто, чтобы вы были в курсе. И я постараюсь выпускать их в какое-то вот одинаковое время. То есть, например, в 10 утра утреннее видео. В 2 часа дня. И третье видео в 6 вечера. Например. То есть вот такое вот. Когда стримить буду? Я пока не знаю. То есть стримы вот как были без расписания, так и останутся. Потому что расписанием не мешают. Так как если есть расписание, я по сути из дома выйти не могу. Или если делать расписание, например, с двумя выходными днями. То получается, что я могу выйти только в 2 выходных дня. Окей. А если мне надо выйти в другой выходной день. Расписание сразу портится. И... А вдруг я не хочу стримить сегодня в 3. Вдруг я хочу доделать какое-то видео. Вот у меня или что-то чем-то я занят. И... А... У меня стрим назначен на 3 часа. Все, пиздец. Получается, я на стриме думаю уже не о том, как повеселиться со своими орлами. А о том, как мне нужно будет доделывать что-то после стрима. Поэтому вот я не люблю расписание. И его не будет. Будет вот как сейчас. Как я подготовился к стриму. Как все готово. Как я готов. Стрим идет. Я не готов. Стрим не идет. Поэтому расписания нет. И его не будет. Все. Я рассказал. Вроде бы рассказал. Кстати, насчет Макдональдса. Я снял то, как я дегустирую Макзавтрак. Я скупил все меню Макдональдса. Мне упаковали 3 маленьких пакета. Упаковав все это в один большой просто матрешка. И... Все это будет завтра. Завтра. Как раз вот за день смонтирую. Ууу, меня ждет много монтажа. Всем... Ладно, всем пока. Наслаждайтесь. Предвкушайте пищу.